Максим Борисович Аваденко родился 11 августа 1930 года в городе Черкассы, Украинской ССР. Очень хорошо помню начало войны. Во-первых, потому что сразу начали всех в армию брать. Во-вторых, появились карточки, появился голод, нехватка еды, желание все время кушать. И необходимость очень много трудиться, потому что отец, они тогда работали помного. И потом, когда ушел он в армию, мать скисла, она работала на лесопилке, на пилораме. И я ей ходил, помогал на пилораме работать. Там, знаете, пилорама доски, она зацепляла, когда выходит из рамы. И потом отцепляла, и сбрасывала, и новое начинала. Все это вручную раньше приводилось. Я ходил ей помогать. И вот Дедюхина была лесозавод, организован на базе сплава леса, свишеры, ну и скамы тоже, да. Громадный лесозавод. Такое количество леса, трудно себе представить даже, да. Его заготавливали на зиму, вытаскивали, а потом пилили, делали доски, и плотничий цех был. Вскоре началась война. Отца забрали на фронт осенью 41-го. А зимой 42-го пришла похоронка. Папа Максима погиб от ран во фронтовом госпитале в Сталинграде. В 42-м году, в декабре месяце, в самом конце года, похоронка пришла к нам уже в 43-м году, в начале года, да. Что он был тяжело ранен. Видимо, попадание снаряда прямо в их книгу было. Пушку эту, да, в которых они стреляли. И, значит, умер в фронтовом госпитале. После гибели отца детство Максима закончилось. Он остался с матерью и маленькой сестрой, единственный мужчина в доме. Мать работала на лесопилке, поэтому все хозяйство легло на его плечи. Приходилось и огородом заниматься, и воду носить, и дрова доставать. Вынужден был заниматься всем хозяйством, и огородом, и, значит, сенокосом, и косить. И меня это всему научил отец. Почему я о нем так говорю, и память, что он мне сюда, вот рыбачить, он меня брал, да, на рыбалку, и говорил, «Ты не увлекайся, не жадничай, не лови мелкую рыбу, пусть растет». Надо лучше выжать, ну, бродили, неводами тогда рыбачили, да, чтобы отпускал. Вот. Или там на сенокосе учил, как метать строга, как, значит, чтобы там сыра было, вывозили только зимой. И надо, это целая наука была, сенокосы, да. И вот все пришлось на мои плечи лечь. Есть все время хотелось, хоть ночью, хоть днем, хоть все время. Потому что, ну, хлеба давали 400 грамм, а потом давали 600 уже, да. Пока там из магазина на карточке это, пока придешь, уже половину нет. Великая Отечественная война научила многому. Трудолюбию, терпению, целеустремленности. Максим Борисович говорит, что выжить в такое трудное время без этих качеств было невозможно. На сон несколько часов, чуть свет и снова на работу. Откуда брались силы, ветеран не понимает до сих пор. Удивительно, но при этом Максим успевал еще и неплохо учиться. В школу, говорит, тогда все ходили обязательно, потому что там давали 50 граммов черного хлеба и ложечку сахара. Из-за этого школу никто не пропускал никогда. Потому что надо было, кусочек имел громадное значение. Конечно, тяжело, но об этом никто не думал, да. Потому что надо было, надо, значит надо, вот. А зимой, это же сейчас канализация, все. Тогда ничего не было. И бани не было, и мыла не было. Ужасно. Мыло это было, только лицо помыть утром маленько, да. А так нельзя. В ваню, значит, брали воду с золой, Наливали тазы, отстаивалась вода, и этой водой купались. И все это надо было делать, чистить у скота. То есть времени свободного какого-то никакого не было, конечно, уже в годы войны. И я вынужден был и работать, да, и домашним хозяйством заниматься всем. И мы первое время держали до 42-го года корову еще, да. В начале 43-го зарезали ее. Потому что надо было сдавать молоко, опять носить. И половина молока уходила на то, чтобы сдать, а половина немножко поддерживала, да. И вообще это Дедюхина выжила, что оно не то, что туда кто-то продукты привозил, а что они занимались все теми. Картошка, морковка, свекла, капуста. Все свое было, да. И, конечно, это помогло выживать. Но не полный голод был. Но было очень сложно. Весной 45-го года празднование Победы в Великой Отечественной войне для Максима совпало с окончанием школы семилетки. И в том же году произошел переезд в город Березняки, Пермской области, где 15-летний подросток начал осваивать на Дедюхинском лесоповальном заводе плотницкое ремесло. И Максим пошел работать на лесопилку плотником. Нужно было восстанавливать ТЭЦ, строить новые дома. Вначале тоже работал на пилораме немножко, а потом обучили меня, стал работать плотником. Ну, а в это время уже, когда мы начали работать, ну, первое, это делали ящики, да, специальные, очень качественные. Раньше клеев не было. И шпунт так делали, и соединяли, чтобы размер был внутри очень точный, и чтоб сучков никаких не было. Лес специальный был такой. Ну, и их увозили в Куйбышев. А потом я, когда приехал к Куйбышеву работать, да, ну, я на завод Масленника там с директором, мы дружили очень, он тоже герой социальной труда был. Но он мне рассказывал, водил по цехам. Я смотрю, ящики как наши. Ну, и рассказал. И он сказал, что действительно, вот с Урала, значит, нам привозили ящики. Фронту мы помогали, вначале вот тару делали под это, а потом, когда немцев отбросили уже от Сталинграда и погнали, да, началось, значит, неимоверное количество, что надо было в захваченных городах и селах восстанавливать отопление, надо было делать градирни, и щиты такие делали, и из них уже там собирали и бараки, и собирали, и восстанавливали жилье, везли все туда, где освободили наши города и села, да. А сразу после войны не было энергии, энергии электрической не хватало. И вот вы это не знаете, а вы напишите об этом. Первую гидростанцию построили на Каме, не на Волге где-то, да, потому что боялись перекрыть реку, затопить сколько надо. Вот. И наша Дедюхина затопила, не найдешь, да. А я работал, да, деньги получал там, и был закон. Детей 16 лет на работу принимать, а я в 14 пришел, да, еще не было мне. И, конечно, как меня оформили, я не знаю, как оформили, да, но деньги платили. Когда Максим Борисович вспоминает 9 мая 1945 года, его голос начинает дрожать. Рассказывает, что весной в их деревню, как всегда, затопила разлившаяся река, и относительно сухим остался только при горах, где стояли школа и церковь. И там в этом месте сделана трибуна была, но сразу там вниз, и там по колено в воде. И вот по колено в воде сотни, тысячи людей, да, все население поселка, старики, старуки, там, дети, да, вот, женщины, мужиков вообще не было никого, да. Вот. И все были, и директор школы нашей, Анна Ивановна Ферулева, у нее фамилия было и имя, она была и депутатом в городе Березняках, и вот она выступала и рассказывала, говорила, что вот у нас около тысячи домов, нет дома ни одного, чтобы кто-то не погиб. А когда погибали, мы нам поручали, мы бегали и приколачивали на дом звездочки, такие пацанам давали, и я тоже бегал, да. Но есть, говорит, дома, по четыре человека погибли, тогда семьями жили, семьи большие были. А три дома есть, по шесть человек погибло, и два дома, один дом, семь человек погибли. Я помню, пробивали эти. И вот, говорит, сейчас, конечно, нет мужчин, конечно, будет трудно, но самое главное, чтобы не было больше никогда фашизма и войны. Вот я это тоже помню, так звучало, да, она, ну, она, конечно, не зря директором была, вот. И, значит, она вот сказала так и говорила. И вот я каждый раз сейчас, когда что-нибудь слушаю, вот с этой дикостью, гонкой вооружении, безумной уже, да, и вспоминая вот своего директора, да, как люди, пережившие войну, думали о ее, чтобы больше никогда это не повторилось, и очень надеялось на будущее поколение. Самара достойна звания «Город трудовой доблести». К акции по сбору подписей может присоединиться каждый. Голосование на сайте samaradobleсть.rf Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова